всем привет вот обещал когда-то месяц что ли назад полтора показательную пластинку в этого купил незадолго до нового года вот наконец показываю deep apple а старая любовь не ржавеет deep apple бомбей колин называется пластинка концерт который случился в 1995 году в бомбее и вышел на виниле сейчас в двадцать втором году тройной альбом врать не буду покажу вот две пластинки и еще одна такой вот замечательный тройник чем интересен этот альбом интересен тем что во первых очень хорошо все сыграно как обычно это бывает у deep apple а во вторых это один из первых концертов с участием стива морса играется только классика maybe i'm leo black knight the battle rages on woman from tokyo перпендикуляр вальс when a blind man cries perfect strangers pictures of home child in time any space tracking guitar solo чтобы представить публике нового гитариста lazy speed king highway star smoke on the water и морс здесь играет как бы так сказать не то чтобы сдержанно не то чтобы аккуратно потому что он всегда играет аккуратно и всегда играет то что надо как стоящий гениальный гитарист но такое ощущение что притирается к коллективу он всегда любил deep apple он об этом много говорил как и многие из нас вырос практически на этой музыке ну в том числе в том числе на это много на какой музыке вырос но войти в состав deep apple это конечно большая честь и какое-то какое-то вот ощущение притирки все-таки есть хотя все все четко все складывается играет партии blackmore блестяще добавляет от себя еще лучше мне очень нравится то что он добавляет от себя на самом деле и его манера игры конечно она очень сильно но это глупости я говорю это слышно любому в любом углах не глухому даже что я извиняюсь что это совершенно разные конечно гитаристы но такое вот качество игры если у blackmore все-таки очень язвительная очень такая интровертная манера игры на гитаре вот ничего с этим ничего поделать нельзя как бы он играл как бы он по сцене не носился не поджигал усилители там свое время когда-то не работал как бы на публику все равно интровертная какая-то манера такая как вы играет внутрь себя все время и все время какая-то конфликтная у него конфликт все время в звуке даже если это не концерт а слушаешь студийную запись все равно него очень конфликтная очень такая манера какая-то противостояние всем то у морса наоборот он открытые у него все идет людям все идет миру все идет во все стороны просто очень здорово и записан альбом я бы не сказал что прямо экстра класса звук но звук очень хороший все слышно что меня сначала немножко обломала когда я начал слушать первую вещь мы вемли так выведены вперед барабаны особенно бочка она так мочит бочка и бас и бас-гитара такой бас по бочка просто пробивает сразу был отсчитываешь такт этому сидишь а потом привыкаешь уже на вторую вещь и на black knight уже как бы к этому привык и ощущение такое что ты сидишь на концерте где-то рядом с непонятно с чем но откуда идет больше бочки как-то не про неправильно настроены или нам в акустическую яму где-то сел в зале и там бочка в тебя лупит но на самом деле здорово это ощущение концерта живого она очень хорошо передается но я повторюсь в запись очень хорошая в принципе и концерт сам по себе крутой child and time gill он спел здесь так же как на студийном альбоме in rock с теми же верхами на 95 год еще голос остался прежним практически прямо очень здорово а рецензии были такие что это best rock show ever stage in india самое крутое рок-шоу в индии случилось в 95 году в бомбее так что очень хочу вам представить этот альбом очень советую но речь не об этом на самом деле речь о другом речь о том что я вспомнил про вот эту пластинку которую слушал много-много-много раз и переслушал недавно вновь пластинка просто родом из детства школьником я был когда услышал впервые простой советский купчинский школьник лёша рыбин пионерами помню еще был тогда даже не комсомольцем конечно пионером да совсем маленьким пареньком но понравилось понравилось тогда нравится и сейчас сейчас нравится даже больше чем тогда потому что много уже знаешь многое слышишь по-другому и слышишь не знаю правильно ли потому что школьник лёша рыбин может быть и правильнее слушал эту музыку ничего не понимая вообще а внимая так сказать просто общему звучанию общему драйву общей подачи энергии этой музыки а сейчас уже раскладываешь по полочкам уже так вот так здесь так здесь так здесь так и получаешь удовольствие от этого но энергия правда никуда не девается но за счет вот этого разложения и отслушивания все равно что-то теряется какая-то жизнь теряется потому что музыку не стоит раскладывать конечно и препарировать ее не стоит надо ее воспринимать ну как мне кажется воспринимать ее такой вот как воспринимать ее реальность данная нам в ощущении если кто-то помнит уроки советской школы или не советской школы вообще начального образования 68 году записан этот альбом вторая пластинка deep apple после грандиозного успеха первого альбома the shades of the people ну успех правда был в америке в англии никакого успеха не было вообще успех был нулевой практически в англии и где-то я вычитал что концерты в англии были убыточными у deep apple никто на них не ходил и они теряли огромное количество денег на этих концертах там тысячу две одну две тысячи фунтов с каждого концерта просто был убыток ну потому что аренда свет там все это все вложение они требуют кажется все это требует затрат большой концерт вот в англии вообще было никому не нужно а в америке грандиозный успех поэтому артисты не были зале из соединенных штатов все время там рубились концерты успешные денег куча зарабатывали пластинки раскупались в лед очень хорошо и вот первая пластинка вышла ровно через три месяца уже нужно было выпускать следующий альбом компания требовала скорее 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 пока заказать куй железо пока горячо ну и поэтому опять таки не обошлось без каверов невозможно было так быстро написать новый материал но что-то успели все-таки написать вы сандален ридон первая вещь blackmail blackmail лорд иванс может поспорить с первым номером с первого альбома с хаш по по удару по задумке и по хитовости этой песни хотя хаш это кавер а это авторская вещь но они в чем-то схожи в такой в подачи в ритмике в ну одно слово конечно они пытались начать альбом с такой же удаст такого же ударного номера что и получилось в общем очень хорошая песня сразу затягивать риндет нэк авторство приписано тоже соответственно блэкмору лорду симперу и пейсу хотя музыка украдена у какого-то американского дуэта как любили а кстати говоря бамбэй колен да почему пластинка называется бамбэй колен это знак признательности группе it's a beautiful day у которой пекл сперли мелодические фразы песни child and time как известно и так знак признательности все-таки это пластинка называется бамбэй колен эта песня it's a beautiful day тоже называется бамбэй колен которая использована музыкантами дипепл но так вот риндет нэк которая многократно исполнялась на концертах на массе концертов у меня куча всяких концертов дипепл где риндет нэк в разных видах играется это тоже мелодия взята аккуратненько из творчества американского дуэта не помню какого такая поп-поп мелодия которая превращена в грандиозная рок-полотно инструментальная кентаки вуман нил даймонд до неузнаваемости конечно измененный материал но очень бодро и в стиле первого альбома в стиле опять-таки вот подачи лен ридон и хаш и вот встраивается кентаки вуман туда же в эту историю а чудеса начинаются с номером четыре экспозиция инструментал который предваряет битловскую песню we can walk it out экспозиция это что-то конечно немыслимое это такая псевдо классика при всем уважении к джону лорду к blackmore к пейсу ко всем к симперу такой инструментал псевдо классический с ужасно комическими ударами по политавром потомом политавром я на пейс с такой просто смех разбирает но это все было причем все это с такой дикой серьезностью сделано так серьезно грандиозность симфоническая такая штука просто я не знаю все симфонии мира должны тут же замереть умереть и исчезнуть навсегда потому что вот эти удары политавром такие баба ни один оркестр мира как они не играет напыщенное грандиозно достаточно смешно хотя в общем приятная такая штучка и переходит она в we can walk it out версия песни the beatles которая авторам очень понравилась джон леннон и пол маккартни одобрили это монументальное произведение из легкой полетной такой песни выкировок и даут версии beatles здесь только ух но на самом деле этот ух и все что здесь происходит на из пластинки и любовь леннона маккартни к этой версии исходит из одной простой вещи из дикой популярности группы ванилла фадж американской которая очень своеобразно перепевала песни beatles в том числе она много кого перепевала очень интересно сделано про ваниллу фадж отдельно потом я поговорю с большим удовольствием потому что обожаю эту группу и музыканты beatles любили ваниллу фадж и версии своих песен в исполнении ваниллы фадж и группа дзипепл просто первые три альбома они все отсылают к творчеству ваниллы фадж построенной на клавишах на гитаре на многоголосие после этих альбомов у дзипепл многоголосие пропало да вообще как мы помним стал петь гилл он и все его лишь никто там не нужен а здесь вовсю голосовые гармонии голосовые раскладки очень все красиво не хуже чем у битлз кстати говоря здесь с голосовыми гармониями все сделано очень красиво shield психоделический номер то есть единственный такой deep apple наверное больше они не повторяли ничего подобного и я понимаю почему в америке эти записи были очень популярны это было точное попадание в струю американской психоделической музыки 67-68 годов прямо вот встроились туда в ваниллу фадж и во все остальные психоделические американские такие вот завороты таинственные в том числе и new animals эрика бёрдена которому подойдем чуть чуть попозже прямо попали в десятку с этим самым shield андем джон лорд постараться постарался очень красивая баллада со сложной голосовой мелодией со сложной и очень тонкой такой линии и струнный квартет врезается и такая пошла псевдоклассика около классика а может быть и просто стопроцентная классика которую джон лорд придумал аранжировал и сделал и моя любимая вещь отсюда river deep mountain high который написал фил спектр в соавторстве с еще двумя музыкантами мне очень нравится версия эрика бёрдена этой песни хотя классическое исполнение это айк и тина тёрнер для которых и писал фил спектр эту штуку в соавторстве опять-таки но мне нравится как ее пел эрик бёрден с группы new animals на пластинке она записана пластинки love is 68 то же года и вот мне интересно что вышло раньше пластинка бёрдена вот это с рива deep mountain high или пластинка deep apple потому что версия пепловская она очень похожа на версию бёрдена здесь это это очень хороши длинная песня распевный soul мощный психоделический все очень здорово но надо сказать что эта пластинка записана 68 году в англии вышла только 69 потому что в англии эта музыка была на хрен вообще никому не нужна до поры до времени а потом стала the best а в америке все пошло на рассват ну в общем рива deep mountain high здесь для меня это номер один а все остальное номер один с половиной примерно очень люблю этот альбом всем советую the book of telly sind the people 68 в скобках 69 год выпью за это пойду пока